Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада вновь приветствовать вас на студии еженедельной обозревательной программы «Дефакто». Сегодняшнюю программу будем вести господин Жаклсахен, наш аналитик, экономист, и я, юрист ОНЦЦЕК. Здравствуйте. Завершена заключительная сессия парламента Монголии седьмого созыва. Жилищная политика и ипотечное кредитование. Партнерство между государством и гражданским обществом. Реальность или формальность? Итак, почти завершается весенняя сессия парламента Монголии седьмого созыва. 15 мая был назначен перерыв в работе очередной сессии, весенней сессии Великого народного хурала. Особенность этой сессии состояла в том, что все парламентские сессии проходили в режиме онлайн из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом. Мой вопрос. Парламентскую сессию седьмого созыва можно охарактеризовать в целом как историческую, потому что были приняты дополнения к конституции Монголии и другие важнейшие органические законы. Давайте обсудим, какие главные вопросы были решены и какие из вновь принятых законов являются наиболее важными. Спикер парламента Дан Дан Шатер сказал, что в историю войдет как самый создательный парламент. Как войдет в историю и сама история скажет через несколько лет, я думаю. Но в любом случае парламент, конечно, прошел, и последняя особенность сессии произошла в очень историческое время. И, как мы знаем, коронавирус. В целом, за это вот, как вы сказали, это парламент седьмого созыва, и одиннадцать раз за ней сессия собралась. И все вместе тысяча четыреста законы и постановлений были утверждены. Это много-мало, тоже потом поговорим. В Монголии, как демократическая страна, парламент имеет единственное монопольное право создать, подтвердить закон. И действительно подтвердили, вот, как сказать, тысяча четыреста за все это четыре года. Самое главное, что они сделали, было изменение в конституции страны после двадцати лет разговоров. Почему они смогли это сделать? Не потому, что я не думаю, что самые умные там собрались, но только потому, что Народная партия имеет абсолютное большинство. Из семидесяти шесть они заняли шестьдесят пять мест. И, правда, по дороге потеряли три члена, три места. По разным причинам ушли трое членов парламента. Это, во-первых, изменение, об этом мы говорим отдельно, об изменении конституции, потом отдельно. Но самое главное, особенно за последнюю сессию произошло, что коронавирус, который по всему миру, в 910 стран к сегодняшнему дню, в 210 странах около пяти миллионов людей инфекцированы, и из них триста триста тысяч, триста четыре, тридцать четыре, триста тридцать четыре тысячи людей погибли. И в Монголии пока что один, сто сорок один человек инфекцирований, и пока нету человеческой жертвы, слава богу. Но это еще рано, значит, облегчаться, потому что мы продолжаем привезти монголов за рубежа через специальные самолеты. И еще и стиль мы должны обратить, стиль мы должны иметь наше внимание серьезное на этот счет. Во время этого эпидемии, значит, два закона подтвердилось, и одно постановление. Первый закон, это было за сохранение, значит, экономические показатели страны. Второй, это было более такое за общество. И сейчас каждый ребенок в Монголии до 16 лет получает 100 тысяч туров каждый месяц до конца октября этого года. И еще много работателей были освобождены от налогов на социальные расходы, на социальные страхования. И эти деньги не идут, а на государство это идут, на рабочего самого, из-за чего рабочий получил больше доходов, чем раньше. Вот типа три таких, два основных момента этой сессии. Но, однако, если в целом взять это конституционное, что сделало, например. Значит, 49% самого большого медомольбеденного обогащительного комбината страны, который 49% российское правительство имело, и Россия продала этот процент монгольской частной компании. Однако там через суд нашел очень много незаконных действий. И этот 49% сейчас идут на монгольские правительства. А еще в Монголии первый раз, значит, сделали более моложе пенсионного возраста пастухов, увеличили пособие учителям. И самое, которое противоречивое было постановление и решение, это было как бы аннулирование пенсионного кредита страны. Много людей, которые не получили кредиты, оставили совершенно довольными, дискриминицированными и так далее, конечно. И еще правительство, то, что эта сессия подтвердила, самое главное, специально нужно подтвердить, значит, видение Монголии к 2050. Первый раз страна подтвердила видение за предыдущих 30 лет, грядущих 30 лет, что и действительно лучше, чем без того. Это то, что правительство сделало, парламент сделал. А чего они не сделали? Давайте об этом будем говорить. Много говорили, но не смогли снизить процентные ставки кредита банков. Там в последнее время особенно парламентарии много говорили об этом, но ничего пока что не сделано. Второй. Много громкие, скандальные, коррупционные дела. Нет, ни одно из них почти не решено. Суд, никто не получил никакое наказание. А в-третьих, у нас президент сейчас действует почти как правительство. Порою чувствует, что у вас два премьер-министра. В-третьих, они не полностью сделали все изменения законов, стекающих из-за того, что Конституция изменилась. И они предоставили это следующим парламентариям. Сказал, что международная практика такая, что изменения после Конституции все законы, значит, обсуждается через две сессии то, что они сделали. Еще, однако, нужно тоже сказать, что у нас в Монголии есть закон, когда каждый новый закон подтверждается, должны иметь основания изучения, как влиять на другие законы и так далее, должна быть исследовательская работа. А это, знаете, все 1400 законов, такое исследование было или не было, никакого сообщения не было. И есть сильное основание, что этого не было. И еще другой. Значит, давно люди требуют, чтобы новые законы, когда подтверждаются, были упомянули кто-то инициаторами этих законов. И после того, как подтверждено закон, чтобы люди могли знать, кто голосовал за, кто голосовал против. А сегодня в Монголии только показывают, только в тот момент, когда это постанавливает, Юля, дают голосование, но после этого мы не знаем, кто голосовал за, там никаких документов нет. Вот, что эта сессия, этот парламент не сделал. Я вот такую, такие оценки я бы давал. Правильно. Как мы знаем, обновленная конституция вступит уже завтра в силу. В 19 часов. В 19 часов, да. Давайте напомним телезрителям, какие главные изменения были сделаны в основной закон страны. Это очень важно, потому что действительно страна входит в новую полосу развития с полдня завтра, 25 мая 2020 года, потому что наши конституции изменены. Из 70 статей конституции, 19 к статье и 36 указания, да, были, значит, подтверждены по-новому. Если просто подчеркнуть некоторые из них, сильных изменений, которые могли бы, будут повлиять на нашу жизненный уровень. Во-первых, то, что под землей все богатства, их просить, то, что они получают из этого богатства, они будут накоплены в национальный фонд природных ресурсов. Политические партии. В Монголии у нас сейчас 38 политических партий. Только, значит, 1% всего голосующего населения, что где-то около 2 миллиона, если больше, чем 1% из них или больше, чем 2-20 тысячи людей могут объединиться, только тогда будут признаны как политическая партия. Следующее очень важное указание, которое мы давно ждали. Политические партии должны работать на уровне демократии, и их источники, их ресурсов, и расходы их будут публичными, будут объявлены открыты. Вот это очень сильное, нужное требование, тогда, когда растет коррупция в этой стране. Еще интересное и первое показание новое, значит, в бюджете. Значит, парламент не имеет права увеличить, значит, дефицит или расходы, или доходы, которые предложил от правительства. Они могут, если изменить, то они только могут взять от другого источника, добавить в другой источник, иначе нового источника и нового долга не будет. Еще нужно заметить, что в Монголии сейчас президент имеет новое особое положение. Раньше было 8 лет, через 2 раза, с 4 годами срока. Сейчас будет только 1 раз, на 6 лет. Человек больше 50 лет, который жил 6 лет, в Монголии, монгольский гражданин может иметь право, значит, быть кандидатом в президенты страны. А последнее, что я хотел сказать, что премьер-министр имеет сейчас больше возможностей. Например, скажем, 18 человек кабинета, сейчас все они являются, например, членами парламента, а это лимитируется только до 4. И премьер-министр будет иметь права, которые сейчас он не имеет, он будет, значит, нанять и, значит, выгнать из кабинета сам, без утверждения парламента, своего, членя кабинета и так далее. Вот, типа, такого, несколько особых, я бы хотел, подчеркнуть изменения, которые сразу же повлияют на жизнь, на жизнь, как бизнес идет в стране. Вот я хотела бы тоже добавить, регламент работы парламента был тоже обновлен, и некоторые ограничения деятельности парламентария были сделаны. Я считаю, что это очень важно, как, например, как руководить общественными организациями, или быть членом своего провинции, совета провинции, управлять диаспором своей провинции и так далее. Быть во главе негосударственных структур, это запрещается, что и более, что делать более гладко само управление страны. Мы надеемся, что следующий созыв нашего парламента после выбора будет совершать, как сказал наш спикер Занна Шатар, законотворческую революцию. Будем надеяться. Будем надеяться. Давайте перейдем ко второму вопросу. Была возоблена жилищная политика и ипотечное кредитование. Вопросы финансирования программы ипотечного кредитования решены властями недавно. Общая сумма кредита для ипотеки равняется 240 миллиардам тугриков. Центробанки, коммерческие банки Монголии смогут выделить под эту программу по 120 миллиардов тугров Центробанк Монголии и коммерческие банки. Срок реализации программы захватывает период с мая вплоть до конца этого года. Временно приостановленная эта программа имеет очень большой социальный эффект и она будет запущена и действие будет продолжаться до этого года. Каковы механизмы его финансирования и реализации? Как вы думаете? Это очень интересное явление в стране. Они придумали такую схему, когда под льготными условиями, когда в стране коммерческие ставки, процентные ставки около 20%, они придумали на 3% дают деньги от государства. Сначала они Центральный банк давали, хотя Центральный банк не имеют права сделать любое коммерческое действие, но это случилось, они дали деньги на 3% коммерческим банкам, которые давали людям на 8%, под 8%, добавили расходы и так далее, создали монгольскую ипотечную корпорацию за деньги, которые получают от тех людей, кто получил ипотечные кредиты, которые дают. На эти деньги выпустили бонд, и на этот бонд, 90% этого бонда были куплены Центральным банком, 10% другими коммерческими банками, и эта ипотечная корпорация была создана коммерческими банками и Центральным банком, Центральным банком, и сегодня, кстати, более половины этого владения принадлежит одному человеку, который владеет Улан-Батер банк, и торговый промышленный трейдинг, торговый развитие. И это в какой-то мере тоже определенный риск создается, потому что в руках одного человека создается большинство этих активов, которые принадлежат тем, кто брал ипотечный займ. Вот такой механизм, и не было одним словом это так, государство у каждого берет налоги и дает определенным количеством людям, где-то около 80 тысяч за последние 7 лет получили эти льготные кредиты за счет налогов остальных. И однако люди, которые давали деньги отсюда, тоже хотят получить квартиры. А государство это не спрашивает, вот через эту систему идет. поэтому сама схема не состоятельна на долгий срок, поэтому уже остановили. Но однако это правительство восстановили из-за того, что наверное все-таки выбор, который произойдет через месяц в стране, и люди находят более такой политической акции, чем экономической. отмечается, что для работников здравоохранения и государственных служб будет осуществляться специальная программа по обеспечению жилища. Каким образом власти намерены ее реализовать? Как вы думаете? Спикер правительства говорил, что где-то 13 на 1300-1500 семей работников здравоохранения и специального назначения будут получать эти квартиры. Потому что сейчас государство создает строить новые квартиры. Но из них на это я думаю, что эти люди должны получить, потому что на этой войне, врага нет вместе солдатом с погонами, сейчас люди в белых халатах воюют с врагом, которого мы не выйдем. И очень много из них действительно работает днем и ночью. Эти люди не должны по меру возможности не думать о том, что происходит у них дома. И многие в Монголии же лишние условия тоже тяжелые. Поэтому эти люди должны сначала получить это хорошая миссия, люди поддерживают, но однако какова у нас возможность, например, в прошлом году в крайние города были созданы квартиры с маленькими квартирами, резиденции, и, например, на около тысячи квартир 35 тысяч заявлений поступило, 35 раз на одну. поэтому при таких разностях спроса и предложений это не так будет легко, однако правительство посчитает, именно эти люди, эти работники получили в ближайшие будущие те квартиры, которые войдут в эксплуатацию как можно скорее. Ипотечное кредитование является самым главным инструментом этой политики, однако не каждый гражданин, как вы сказали, государственные службы или медицинские средние работники, они не могут соответствовать в качестве заемщика требования коммерческих банков. Как решить эту проблему? Поэтому специально Монголбанк заявил, центральный банк заявил, что будут определенные условия, новые условия, чем раньше не было. В этом новом условии говорится, например, 25% этих новых ипотечных кредитов пойдут на худона, на периферии других районов. Не будет более чем 100 миллионов туриков на одного человека. Где-то это квартира на 50-60 квадратных метров маленькая квартира. На эту сумму можно получить. А также все это будет только на новую квартиру, новую покупку квартир. И 15% должны быть вовлечены людей, которые работают в этой отрасли. О чем мы говорим. И самое интересное, они в первый раз разрешили в качестве залога получить недвижимое имущество, но на 30% должны давать залоги. на первый раз они могут давать еще недвижимое другое имущество. Таким образом дает более доступность этим людям. Вот такие требования банка. Я думаю, что опыт Сингапура и России тоже пригодится при разрешение этого вопроса. Особенно опыт Сингапура. Об этом мы отдельно говорили и даже в прошлый раз говорили. И там они очень удачно сделали, потому что не только само строительство и распределение этих квартир, но средства на люди, которые платят на социальные страховки и так далее. Все эти деньги накапливаются в определенный фонд, который финансирует этих жильих домов. Понятно. Давайте перейдем к третьему вопросу. Это недавно Монгольская общественная организация и ассоциация разработали концепцию партнерства государства и гражданского общества в Монголии. Это, кстати, тоже не первая попытка создания данного документа. Какие эффекты, результаты можно ожидать от принятия этой концепции? Как вы это думаете? На самом деле это очень важный закон. закон или состояние, скажем. Документ. В Монголии, как демократическая страна, очень много неправительственных организаций, которые финансируются, включая зарубежные организации, как международные, даже Азиатский фонд развития или там Международный фонд демократии и так далее. Много неправительственных организаций в Монголии получают финансирование из-за рубежа. что ничего такого здесь нету, потому что там определенная идея, людей собирается. Это сама суть гражданского общества, что люди по общим интересам имеют право собраться, выступать, выражать себя и так далее. в Монголии оказывается очень много непротестных структур, включая тоже религиозных разных религий, это страна свободная, чему верить эта страна разрешается, у нас почти религия существует. И у некоторых есть опасения, что это возможно вызовет определенные противоречия и так далее. Мотивируя это, правительство сделал новые проекты закона по примерам Польши и Венгрии, которые недавно до некоторых времен были передние фронт демократии, а потом там более левые такие правительства сделали централизованный фонд поддержки непроречительных структур, через которые они контролируют эти организации. Когда вышел такой проект законов непроречительной организации Монголии их собралось много и они собрались и сказали, что давайте перед тем, чтобы сделать закон, давайте мы подтвердим сначала концепцию, иначе мы никогда не договоримся. Эта концепция была подготовлена в 1912 году. Предложение вот они работали над этим, предложили свой вариант новой этому парламенту, который они обсудили это, к сожалению, это уже третий парламент, который не обсуждает этот закон, тоже сейчас от футбола к другому, к следующему парламенту, к сожалению. тоже был инициированный закон о 1% налога от корпоративного налога можно дать общественным организациям, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен. И финансовые вопросы один из главных проблем, которые сталкиваются монгольско-гражданское общество. Какие действия можно предпринять для укрепления наших... Гражданское общество это составная часть нашей демократии. И поэтому это должно иметь одинаковые права партнерства с правительством. Правительство должно иметь положение руководить этим партнером и давать свои указания. Тогда уже будет не демократия, будет тоталитарный режим. И этого как раз неправительственные организации Монголии боятся. Они отражали свои опасения в трафте, в проекте этого закона. И надеемся, что новая сессия нового созыва будет обсуждать этот вопрос более подробно, детально, но с учетом всех заинтересованных сторон. Мы надеемся, потому что очень много представителей общественных организаций выдвинули свою кандидатуру. надеемся, что этот закон будет утвержден парламентом в следующей сессии. Спасибо. Сегодня мы поговорили о трех важных вопросах, которые наше общество обсуждало за эту неделю. Спасибо за ваши комментарии. дорогие телезрители, надеемся вас увидеть на следующей неделе на нашей студии. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.